На портал Экзегет поступил вопрос, почему в семьях благочестивых, выцерковленных людей рождаются дети, инвалиды, сейчас как сказать, особые дети, потому что это такой путь спасения. Это не значит, что обязательно эта семья грешнее других семей. Это прям как по Евангелию, когда к Христу подошли, сказали, вот упала башня Силамская и побила столько-то людей, что Христу подошли, не думай, что эти люди грешнее, чем вы. Вот так и с детьми инвалидами. Почему родились? Просто Бог ради покаяния в их грехах им попустил ребёнка-инвалида, чтобы они таким образом через любовь, а ребёнок-инвалида требует больше любви, чем обычный ребёнок. Вот их называют особый ребёнок, особые дети. Он требует особой любви ребёнка-инвалидов в силу ситуации, аутизм, синдром Дауна, ДЦП и так далее. Требует больше заботы, больше внимания, большего терпения, более-таки тонкие подходы. На маленького 5-6-летнего нарёшь, подзатыльник дашь, он там хочешь, не хочешь, он там пошёл в нужное направление. С ментальным инвалидом, например, это не пройдёт. Требуется терпение, думание, как с ребёнком всё-таки сделать так, что он всё-таки шёл в каком-то нужном направлении. Но просто ор тут бесполезен абсолютно. Он ничего не даст. Он, кстати, и с обычными детьми это ничего не особо не даёт, только отрицательно. Там всё-таки это вроде внешне проходит, а с этим просто не проходит сразу. Ребёнок впадёт в истерику, какой-то аутист, например, это не то, что у тебя ситуация кажется хуже, чем была подойти до того момента, когда ты стал орать на него. Так хоть как-то к бедному куда-то ушёл, а здесь он уже всё, он выпал в своё такое ненормальное состояние, вот такого, так сказать, истерики, и всё. Ты понимаешь, что ты ничего не сделаешь. Надо встать, его обнять, приголубить, успокоить. Это что такое? От тебя требуется больше любви. Вот ради этого и Бог попускает детей инвалидов, особо детей в разные семьи, верующие, неверующие, чтобы семья обрела любовь. У меня у самого десятый ребёнок синдром Дауна, поэтому я так это не теоретически рассуждаю. И вот моя матушка, она ездит в лагерь с такой группой, где родители и дети с синдромом РЭТа. Даже не знаю, сколько этих синдромов бывает, пока вот сам с этим не столкнулся. ДТЗП и так далее. И она мне приезжает, как-то недавно говорит, батюшка, это святые люди, родители, это святые люди. Вот ради святости. Вот Бог пускает. Но возникает вопрос, а ребёнок-то чем виноват? Вот ему так не повезло. А я вам скажу, что, почему вы думаете, что это дети несчастные? Точнее, они более несчастные, чем ну, особые, нормальные дети. У меня вот ребёнок сеного Дауна. У него всё есть. В смысле, не забота нашей стороны, а внутренней. Он радуется. Он очень выражает большое сочувствие. Если вдруг кто-то плачет, он подойдёт, начнёт тишать. Он очень любит маленьких детей. У него полнота внутренней, эмоциональной жизни. Он внутренне, эмоционально более насыщен, чем многие нормальные дети. Он более добрый. Поэтому с точки зрения получения высшего образования, сделания карьеры и зарабатывания больших денег, занимания какого-то социального статуса, уважения, конечно, это ему недоступно. А с точки зрения царства небесного, это самое главное, вот через это идёт только царство небесное дорога, или через любовь. Поэтому они обделены с нашей точки зрения, но не с их, не с точки зрения Бога. Поэтому им нужна любовь, им нужен, может, даже медицинский, соответственно, уход. У нас ребёнок вообще до трёх лет помирал постоянно, потому что у меня там были очень большие проблемы со здоровьем, если там, так сказать, порог сердца тяжёлый. Вот. Но, так сказать, вот тем не менее он тут вот выжил, и внутренне – это добрый, эмоционально развитый человек. Поэтому вот надо подходить к духовным судам, тогда жизнь становится понятной. А когда ты подходишь к царству зрения своего гордого мишки, то да, жизнь становится какая-то страшная, непонятная, и очень непонятно, зачем он здесь появился, если не все поклоняются. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok